Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, с нами на связи. Здравствуйте. 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 Ну вот давайте начнем с конференции в Гааге. Насколько эта конференция приближает создание вот этого спецтрибунала по преступлению и наказанию России? И почему так сложно продвигается этот вопрос? Ну действительно, накануне в Гааге проходила конференция, представители которой подписали политическую декларацию, которая осуждает Россию и призывает немедленно прекратить войну против Украины. Также в этом документе страны подтверждают намерение работать над созданием специального трибунала с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершенные преступления на территории украинского государства. А также участники указывают на значительный прогресс, достигнутый в этом отношении. Ну и конечно же было много других призывов, в частности и к России, и к мировому сообществу. Но мы должны понимать, что конечно же это лишь один из шагов, который приближает к тому, чтобы Россия понесла ответственность за все, что она сделала в Украине за последние годы. И конечно же это не может быть так просто сделано, учитывая насколько сложно, скажем так, определять и доказывать те преступления, которые совершает одно государство над другим. Ну я напомню, что ранее также не так все просто было, например, в отношении Германии, либо Югославии, и там также годами проходили эти процессы. Но в конечном итоге все-таки те или иные лица, которые были причастны к совершению преступлений, они несли наказание. И в целом это также фактически означало, что и государство несет ответственность и наказание за то, что оно совершило. Независимо от того, какой там был режим, какие были обстоятельства, какие были причины и тому подобное. Все прекрасно понимают, что Российская Федерация это агрессор, который неубусловленно напал на Украину, который абсолютно не угрожал ничем России, и фактически это, можно сказать, Россия совершает акты террора против украинского народа, истребления, а также геноцида, поэтому фактически я думаю, что эти шаги, которые сейчас совершаются, они одни из многих, которые уже были сделаны и которые еще будут, но тем не менее они также важны, учитывая, насколько сложно с юридической точки зрения это все совершать, и так, чтобы можно было действительно привлечь к ответственности те или иные лица, а также и государство Российской Федерации. Я думаю, что также на этом этапе важно, чтобы можно было как можно еще больше стран привлекать к тому, чтобы они осуждали Российскую Федерацию и также поддерживали создание специального трибунала, и чем больше будет голосов на международной арене, тем они будут более слышны, и мне кажется, что рано или поздно все-таки Россия и ее лидеры будут нести ответственность. Конечно же, я не буду говорить за Владимира Путина, тут вопрос спорный, мы не знаем, какие будут обстоятельства, и очень трудно представить, чтобы он, скажем так, сел на лаву подсудимых, учитывая то, что он фактически сейчас старается не выезжать за пределы Российской Федерации, ну, только разве что в те государства, которые являются такими вот союзническими, типа Китая, и то это происходит крайне редко, вот, но уже, как мы видим, после ордера на арест, он уже не посещает даже такие страны, которые также являются более-менее дружественными по отношению к России, ну, в частности, имею в виду Южноафриканскую республику, и таким образом мы видим, что он фактически старается защитить себя от того, что его могут задержать и отправить в Гаагу. Ну, тут, как оно будет, ну, поживем увидим, потому что сейчас очень трудно представить, какие будут обстоятельства, как будут происходить вот эти вот рассмотрения и тому подобное, потому что это также фактически создается новый прецедент, потому что Россия – это фактически, ну, юридически фактически государство, которое есть членом Организации Объединенных Наций, членом Совбеза ООН, и это впервые, когда такое государство, скажем так, такого уровня, которое раньше само ратовало за то, чтобы привлекать ответственности тех или иных лидеров, которые совершали военные преступления, оно само стало военным преступником, и фактически это, ну, это новизна для международного права, для подобных процессов, поэтому и просадить оно не может быстро и так, как бы хотелось, потому что, ну, тут фактически каждый юрист-международник и каждый эксперт, который рассматривает эту историю, ну, он фактически является новатором, и поэтому это также усложняет процесс, но тем не менее процесс движется, и стороны на конференции в ГАГе это подтвердили, поэтому будем ожидать и надеяться, что все-таки и Россия, и ее главари понесут уголовное ответствие за свои преступления. Ну вот Дмитрий Кулеба говорит, что есть две сейчас концепции, запустить трибунал прямо сейчас, без решения юридических вопросов, ну, а второе, все-таки разработать юридическое основание для привлечения к ответственности топ-представителей. По-вашему, какой вариант наиболее вероятен? По моему мнению, наиболее вероятен и наиболее правилен второй. Все-таки мы должны понимать, что без соблюдения норм международного права, без юридических обоснований, может быть так, что Россия просто сможет доказывать то, что фактически эти процессы являлись незаконными и тому подобное. Но поэтому тут нужно очень тщательно к этому подходить с юридической точки зрения. Потому что я напомню, когда были и другие совершенные России преступления, в частности, имею в виду MH17 и другие, там также очень все тщательно разрабатывалось, чтобы Россия не смогла апеллировать, что, скажем так, все было сфабриковано, что все это не соответствует нормам международного права и тому подобное. Поэтому я сам лично призываю к тому, чтобы все-таки подходить правильно к этому процессу и чтобы действительно наказание было максимально жестким и эффективным против России. Потому что если сейчас спешить и, скажем так, делать это все на таких необоснованных доказательствах, например, потому что это также имеет место быть, потому что очень трудно доказать в многих моментах эти преступления. Вроде бы они наявлены, но есть особенности. И также пример и MH17 и других подобных террористических актов. А вот когда будет собрана вся доказательная база и когда будут определены все лица и тому подобное, это будет наиболее важный шаг, чтобы наказать. И тогда действительно Россия не сможет никоим образом опровергнуть эти доказательства, эти решения судов и тому подобное. И это для нас очень важно, потому что действительно Россия должна быть наказана. И мы не должны, скажем так, пока что опираться, скажем так, на какие-то эмоциональные заявления или тому подобное. Тут действительно должен быть у нас холодный рассудок в этом отношении. И все должно соответствовать нормам права, потому что это в интересах, прежде всего, украинского государства. Потому что мы должны увидеть на лавах подсудимых как можно больше представителей Российской Федерации, и в том числе и саму Россию таким образом. И я думаю, что так оно и будет, и Россия действительно будет наказана. Но это все время? Сколько по времени, по-вашему, должно занять весь процесс по второму, если идти, сценарию? Ну, скажем так, пока не закончится российско-украинская война, он точно будет длиться, потому что преступлений становится все больше и больше. И таким образом по ним все больше и больше есть фигурантов и доказательств и тому подобное. То есть это непростой процесс. Ну, а уже после окончания войны, ну, это может занять какой-то, конечно же, период, потому что, возможно, например, те обстоятельства, которые же будут доказаны на момент окончания войны, они уже будут рассматриваться в судах. И уже есть по некоторым эпизодам, когда смотреть каждое отдельное лицо, уже есть выигрыши по тем или иным делам. Я думаю, что если уже иметь в виду именно тех представителей Российской Федерации, которые непосредственно совершали преступления, либо были организаторами, либо были исполнителями и тому подобное, то там, конечно же, это не так все просто. Но я думаю, что постепенно это все будет рассматриваться и таким образом их будут судить. Потому что мы должны понимать, сейчас намного сложнее система международного права, чем та, которая была по состоянию на Вторую мировую войну, когда фактически там отхок создавался Нюрнбергский трибунал. И тогда, ну скажем, действительно, фактически очень быстро совершались вот эти вот наказания. Но сейчас, учитывая, что насколько за, ну практически на 80 лет прошло, насколько это все усложнилось. И вот югославские процессы очень четко показывают, насколько эволюционировала система международного права, насколько эволюционировала судебная система международных судов. И понятно, что на тот момент это будет действительно, учитывая, что это фактически новый прецедент. И такого не было, что государство, которое есть с членом Совбеза, совершало такие преступления. Поэтому мы должны понимать, что это непросто. Их займет какое-то время. Но украинцы могут подождать. Они знают цену, которую они понесли за эти преступления. Поэтому для того, чтобы все было действительно сверено, чтобы все соответствовало нормам юриспруденции, я думаю, что нужно сделать все до конца, все должно быть досконально. И таким образом Российская Федерация однозначно будет отвечать за свои действия. Ну вот если в вопросе создания спецтрибунала нет прогресса, как говорит Дмитрий Кулеба, то запуск международного реестра убытков, можно ли это назвать прогрессом? Я думаю, что да, учитывая то, что реестр будет принимать заявления от пострадавших физических, юридических лиц, ну а также от государства Украина по нескольким десяткам категории, такие где-то около 40, то есть там будут рассматриваться различные кейсы в этом отношении. Ну и тут также сделано такое новаторство, что через предложение ГИА можно будет подать заявление в международный реестр убытков, что станет основой для возмещения их. Ну и я думаю, что это действительно один тоже такой важный момент, то есть фактически это может сделать так, чтобы можно было быстрее фиксировать эти преступления, и таким образом они бы, скажем так, были отправлены в эту базу, и я думаю, что в каком-то смысле вот эти вот новшества могут компенсировать вот ту длительную собирательную базу этих доказательств, о которой мы только что говорили. Ну как оно еще заработает, трудно сказать, потому что это действительно, ну скажем так, сфера новых технологий, и раньше это тоже не было, то есть это также мы создаем прецеденты. Вот если оно все-таки действительно заработает и покажет себя эффективно, то возможно это также сможет повлиять на, во-первых, качество рассматривания их дел, ну а во-вторых, на временные строки, и что тоже для нас очень важно, учитывая, насколько много этих преступлений, и насколько еще их может, к сожалению, быть. О глобальной ситуации в мире давайте поговорим. Сдерживание Китая. США готовятся к переговорам с лидерами Японии и Южной Кореи на саммите НАТО в Вашингтоне. Хотят поговорить об усилении сдерживания растущего влияния Китая и ядерных ракетных угроз Северной Кореи, ну и также обсудить сотрудничество с НАТО. И на фоне всего этого глава немецкого оборонного концерна Рейн Мэттл высказал мнение, что Европа может остаться одна в случае большого военного конфликта, поскольку США сосредоточатся на Азии. Как Вы считаете, действительно ли может так быть? Как будут дальше развиваться события? Насколько, можно так сказать, близко подошел мир к этому большому военному конфликту? Ну, скажем так, угрозы от Северной Кореи и Китая идут уже довольно-таки давно, но от Северной Кореи мы видим, что даже в последнее время было много заявлений со стороны северокорейского лидера и других представителей этого государства в отношении южного соседа. Фактически они угрожали стереть это государство в пепел, но также это подкрепляется действиями, то есть выпускаются различные роды артиллерийские, ракетные снаряды, но также, мы видим, запускаются в космос различные объекты, которые могут следить за такими соседями, как Южная Корея либо Япония. Но это, конечно же, проблема, и это очень большая проблема, учитывая тот факт, что регион, Тихоокеанский регион очень важен для мировой экономики, для мировой торговли, и он действительно очень взрывопасен, учитывая, что сам одну из таких важных скрипок в этом регионе играет Китай, и мы видим, что он также точит ножи по отношению к острову Тайвань, который он считает неотъемливой частью в своей территории, ну и таким образом он хотел бы ее максимально интегрировать в материковый Китай, но, по моему мнению, пока что Пекин присматривается к геополитической обстановке, и тут, конечно же, прежде всего его взоры обращены к российско-украинской войне, потому что для Китая очень важно посмотреть, чем этот конфликт закончится, и какая будет позиция западного мира в отношении помощи Украине. Я думаю, что пока что не стоит ожидать какой-то агрессии в отношении Тайваня, но напряжение, конечно же, будет сохраняться, и, конечно же, в случае, если Россия сможет достигать каких-то своих геополитических целей, в частности в Украине, это будет, конечно, таким стимулом для Китая, чтобы можно было, скажем так, начать военные действия против Тайваня, ну а также и такой бареточный режим, как северокорейский, он также может совершать потом какие-то более серьезные провокации по отношению к своим соседям, и это может действительно стать новой зоной нестабильности на планете, намного хуже, чем ситуация сейчас на Ближнем Востоке, который в какой-то мере отлег внимание мировой общественности от ситуации в Украине, и я думаю, что, конечно, это может каким-то образом, скажем так, если там будут вовлечены Соединенные Штаты Америки, они будут вовлечены, учитывая свои союзнические обязанности перед Японией и Южной Кореей, и таким образом фактически Европа может надеяться на свои силы. И я напомню, что еще во время прошлогоднего визита, как раз он произошел в апреле месяце, президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, он тогда журналистам сказал, что Европа должна надеяться на себя и не быть втянута в конфликт США и Китая в отношении острова Тайвань, если этот конфликт произойдет в ближайшем будущем. То есть, наоборот, хотел, вот его концепция, вот эта стратегическая автономия Европы, наоборот, дистанциироваться от того, чтобы континент не был втянут в это противостояние. Ну, то есть, тут есть разные мнения. То есть, с одной стороны, Европа может, скажем так, быть, ну, не в центре внимания Соединенных Штатов Америки и таким образом надеяться какое-то время на свои силы. Ну, а с другой стороны, она таким образом не будет втянута в конфликт и, в принципе, она сможет развиваться и, таким образом, укреплять свое положение, не тратя ресурсы на то, чтобы, скажем так, воевать в Тихоокеанском регионе. То есть, есть различные видения. Тут мы видим, что есть своеобразная, своего рода конкуренция между Францией и другими лидерами европейского континента, ну, в частности, Германией. И мы видим, что Германия все-таки более надеется на сотрудничество с США. Франция, мы видим, она имеет много противоречий. И даже буквально вот эти дни, во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Париж, там также были некоторые разногласия, ну, в отношении, в частности, видения отправления западных войск в Украину, либо атак на те объекты, которые находятся на территории России. Ну, вот, то есть, мы видим вот такая непростая ситуация среди союзников. И поэтому я не исключаю, что да, что могут быть такие вот последствия. Но пока что я не вижу того, чтобы все-таки Китай либо Северная Корея начали конфликт. Все-таки они присматриваются. И то, что сейчас они все-таки собираются встретиться с европейскими партнерами. Например, Китай в этом месяце посетит канцлер Германии Олаф Шольц. А в мае месяце лидер КНР Си Цзиньпинь планирует посетить европейские страны, в частности, Францию и Италию. Ну, и мы видим, что все-таки пока что все идет к тому, чтобы сделать невозможным новое противостояние, а наоборот сделать так, чтобы Китай, во-первых, меньше поддерживал Российскую Федерацию в войне против Украины, но, во-вторых, чтобы все-таки он не начинал агрессии против своих соседей. Ну, вот, кстати, по поводу Франции. Там заявляют, что ждут четких сигналов от Китая, четких сигналов России в связи с войной в Украине. И призывают Пекин, все западное сообщество, более активную роль в этом конфликте все-таки играть, используя влияние на Россию. Но при этом каких сигналов ждут, не сказано, учитывая, что Китай вообще страна, которая общается порой полунамеками. Но вот можно ли считать знаком то, что Китай призывает собрать мирную конференцию по Украине с равным участием всех сторон, включая Россию? Об этом посол Китая в России сказал. Ну, да, есть такие вот инициативы со стороны Китайской Народной Республики, но мы должны понимать, что все-таки Китай имеет несколько другое видение урегулирования российско-украинского конфликта, нежели это видят в Киеве, например, и наши, а также наши партнеры. Потому что у нас есть разработана формула мира, которые наиболее, скажем так, четко предусматривают все шаги в том плане, чтобы прекратилась война и чтобы также Россия понесла ответственность. В частности, имеется в виду выплату репараций нашему государству. Китай, он все-таки, у него, его мирный план не такой четкий, как наш. И все-таки мы видим, как есть определенное предыгрывание Российской Федерации, учитывая то, что все-таки Китай не осуждает Россию в такой мере, как это делает Украина и ее союзники. Ну, а также он до сих пор еще называет российско-украинскую войну кризисом. И это, кстати, тоже один из таких важных моментов. То есть, фактически, они не относятся к этому настолько более серьезно, как это делают Запад и украинское государство. И это также стоит понимать. Поэтому тут, мне кажется, нужна какая-то корреляция. И, возможно, те визиты, о которых я говорил, они, скажем так, приоткроют завесу, что все-таки хочет предложить Поднебесное миру в этом смысле. Ну и самое главное, чтобы действительно Китай не продолжал поддерживать Россию, предоставляя ей различного рода технологии, особенно те, которые находятся под санкциями, ну и таким образом, скажем так, подкидывал дополнительных дров в огонь. И таким образом конфликт продолжался. Ну и в то же время он предлагал бы какие-то свои мирные планы. То есть, это фактически такое, ну, геопатическая лицемерие бы с его стороны. Но по отношению Франции еще вы говорили, что она призывает, я хочу напомнить, что еще во время упомянутого мной прошлогоднего визита лидер Франции Эммануэль Макрон также призывал Китай, чтобы он не поддерживал Россию в войне. Но как раз за последний год мы видели много различных фактов, но в частности данные западных разведок о том, что все-таки Китай предоставляет те или иные технологии и товары двойного назначения России. Ну, а также мы понимаем, что он не способствует это делать северокорейскому режиму. И мы также видим, сколько было предоставлено и оружие, и того подобного России. Ну, то есть, у меня есть сомнения в отношении того, что все-таки Китай прислушается, но учитывая, что ему очень важно сохранить или даже улучшить экономические и торговые связи с западным миром, в частности, и с Германией и Францией. Возможно, он и прислушается, но процесс диалога между западными странами и Китаем будет все-таки проходить очень довольно-таки длительно. Тут очень можно будет наблюдать много, скажем так, противоречий и очень долгий поиск компромисса между ними. Поэтому пока что я не надеялся бы, что именно Китай сможет отыграть такую роль миротворца и фактически того государства, которое сможет максимально повлиять. Хоть он и имеет на это рычаги соответственные, но, тем не менее, говорить нужно. И надеемся, что Китай именно будет поддерживать украинскую формулу мира. И, возможно, его представители посетят глобальный саммит мира, который запланирован в швейцарской контролерации. Это было бы очень хорошо для Украины, действительно. Станислав, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо вам. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, ты эксперт-международник, был на связи с Фридомом. Спасибо.